Здравствуйте! Сегодня у нас небольшой такой сюжет в жанре распаковка. В моем канале распаковок нет. Это тип когда люди что-то такое купили и потом всем показывают, что там внутри, как это устроено. Но я решил восполнить этот пробел. Не знаю, это будет первый или последний опыт, или может быть еще что-нибудь получится в таком жанре, увидим. Итак, значит, я тут разбирал свой сарай, хотя, конечно, в такую жару делать-то особо ничего не охота. Ну и нашел там несколько коробок с 45-ками. 45-ки это такие маленькие пластиночки с большими посадочными отверстиями на скорости 45 оборотов играют, которых, как правило, записано по одной композиции. Но тут сейчас мы их увидим. Вот эта коробка самая большая. Значит, по моим оценкам здесь, вероятно, больше двухсот штук. Был у меня период увлечения с 45-ками. Эта коробка, по-моему, из, боюсь соврать, наверное, из Ипченбурга. Здесь, соответственно, пластинки разных стран, разных производителей. И сейчас мы посмотрим, что здесь такое есть. Ну вот сходу возьмем вот тут небольшую такую пасечку и посмотрим. Так, значит, оба. Вот оба. А, ну вот, кстати, вот пластиночка. Вот видите, это 45-ка. Значит, здесь очень похоже, что это французская. Хотя, может быть, и нет. Значит, такая. Это, я не знаю, кто такие, какие-то образы. Тут я, так сказать, не смотрел на них никогда. Просто так купил несколько коробок и так они валяются. Вот. Значит, электрола. Вот. Еще какие-то. Даже не знаю, тут название немецкое. Вот. Еще какие-то. Лев Хамфри Сингерс. Ну, я помню, в СССР даже издавались их пластиночки Лев Хамфри Сингерс. Вот. Мексико такая была известная песенка. У нас на Сингл издавалась в СССР. Вот. Опять Абба, Канзас, Сити и так далее. Сейчас мы еще такую стопочку сверху так вот возьмем, посмотрим для смеха. Сюда, например, залезем. Так. Это что-то такое? Какой-то Саншайн Риги. Даже не знаю, что это. С тем его едят. Так. Это пустой конвертик, оказывается, Оливия Ньютон-Джон. А, Аликарте. Ага, мы видели, значит, от нее. Пластинку там раньше, а вот от нее оказалась отдельная этикеточка. Just for You, это Mixed in Motion. Опять немецкая. Вот. Это... А что ж, не знаю, наверное, тоже какой-нибудь имидж. Вот. Вот. Такие вот. Здесь Франк Дюваль. Вот. Шекин. Знаете, я тут... Да, ну, Паулянка мы знаем. Я, откровенно говоря, тут многие пластинки-то... Да, Лес Хамфри Фингерс. Да, знаем такие. Да, было такое тоже. Фестер издавалось. Это американская. Я тут... Инди Виллианс, да, тоже стареньких. Я, вы знаете, я... Очень многих певцов, которые, конечно же, представлены на сорокопятках, а издавалось их очень много, этих сорокопяток. Я, откровенно, даже и... Не знаю. Вот еще Лес Хамфри Шингерс. Да, смотрите, как Гумбой Дэнс Бэнд. Ну, как же. Гумбой Дэнс Бэнд. Любимая в СССР диска Бонни М. И другое. Так. Вот такие-то еще пасечки. Так. Сейчас еще куда-нибудь заглянем. Вот эти вот в эту стопочку залезем. В эту. Так. Значит, у нас тут что из интересных? Это я не знаю кто. Это тоже какие-то интересные ребята. А, ну вот опять Гумбой Дэнс Бэнд. Это я тоже не знаю кто. А, ну, Middle of the Road. Если вы помните, у нас... Мне такое кажется, что Middle of the Road даже приезжала в СССР и выступала с гастролями в позднее время. Так. Ну, Oil Express. Это мы тоже знаем. Ирина Кара. Не знаю. Так. Выс Дабл А. Тоже не знаю. Вот, ага. Вот Выс Дабл А. Это как интересно. Видите, как забавно. Это две пластинки одинаковые тут попались. Поль Маккартни, как я понимаю. Группа Винкс. Ну что, что ж, забавно. Так. Сейчас куда-нибудь залезем. Сюда залезем. Посмотрим здесь. О, Статскво. Вот этих мы знаем, наверное, группу. Да. Известна она была в советское время. Так. Это мы не знаем. Какие-то звезды. Тоже не знаем. Чарли Ринг. Номер один вид в США. Тоже не знаем. Тоже не знаем. Абду Хасан Оркестр. Ну, у тебя забавно. Классный, наверное, Оркестр. Вот. Не знаю такого. Так. Тоже не знаю. Пам-пам. Так. Ну, вы знаете, наверное, если просто заняться просто оцифровкой этих пластинок, здесь можно найти много таких, сделать новых открытий. Ну, наверное, специалисты в области музыки разбираются в этом деле. Не знают о Дюран. Дюран мы знаем, этих не знаем. Яс, яс, не знаем, яс. Вот. Ну, куда еще залезть? Давайте сюда. Залезем. Последнее, чтобы вас не утомлять, и немножко сверху так возьмем. Так. Гильберт. Ну, это Гильберт Хампердинг. Знаем. Отлично. Гильберт Хампердинка. Бакара. Отлично. Знаем. Эти не знаем. Рейс-сити роллер. Ну, тоже не знаю. Эфферт Дэвид. Тоже не знаю. Робин Гид. Не знаю. Роджер Витакер. Да, это Роджер Витакер. Знаем. Эдри Ландерс. Не знаем. Вилоч Пипл. Ну, по-моему, это я слышал. Так, этих я не знаю. Хэппи Стейшн. Да, вот еще. Гильберт Хампердинг. Дюран. Дюран. Знаем. Ну, Эрапшин. А как же без Эрапшин? Все советские дискотеки начинались и заканчивались с этого. Ну, Аскара Бентона тоже мы все знаем. Вот. Значит, все, конечно, пластинки показать тут нельзя. У меня есть еще несколько коробочек поменьше размером с пластинками. Так, я думаю, не так, чтобы очень много. Но, наверное, сотни четыре сорокопяток, ну, может, чуть поменьше точно наберется. Вот. Что с ними делать, я пока тоже не знаю. Вряд ли я в состоянии оцифровать все это имущество. И я не уверен, что все это кому-то нужно. Вот. Потому что мне гораздо интереснее оцифровывать старые грамм пластинки на 78 оборотов. Это все же история. А эта история не такая уж и далекая. Ну, в принципе, можно подарить какому-нибудь дизайнеру. Потому что я знаю, что эти пластинки и обложки от них дизайнеры используют для оформления различных помещений. Ну, а почему бы и нет? Смотрите, тут можно заклеить вообще, я думаю, целую стену, а может быть, даже и нет. Ну, вот, на этом распаковка закончена. Сейчас состоится запаковка. И, значит, я подпишу этот ящик, потому что он был не подписан. И буду точно знать, чего у меня здесь лежит. Вот. И останется это все до лучших времен. А может быть, я как-нибудь, когда у меня будет свободное время, парочку пластинок для вас отсюшую от этой коробочки. Или, может, к тому времени из какой-нибудь другой коробочки. Спасибо вам большое. До свидания. Успехов в делах. Хорошего настроения. И приятного летнего отдыха. Продолжение следует...